Всем привет! Сегодня речь пойдет о подключении недорогого датчика температуры и влажности по I2C-шине. Кому интересно, что происходит, когда мы отправляем запрос к датчику и как он нам отвечает, то под видео будет ссылка, где я уже об этом говорил. Мы не будем отправлять данные на народный мониторинг, как это делали ранее, и не будем подключать никаких дисплеев. Как же узнать, что показывает датчик, спросите вы. Легко, вы сможете посмотреть их всегда так же, как и раньше, с телефона, или с компьютера, или с планшета, только смотреть вы их будете не где-то на чужом сервере, а на своем собственном. Ну что, поехали дальше. У меня открыт браузер, и сейчас вы видите, как вы видите показания с датчика. Я не Пикассо, так что кому не нравится, можете подправить под себя. Обновить показания можно, нажав на ребут. Остальное время ESP будет ждать, пока вы ему не отправите эту команду. Давайте посмотрим, что происходит на самом деле, когда вы нажимаете на ребут. Браузер – это тоже программа, и когда вы сюда нажимаете, она знает, каким образом отреагировать на ваши действия. Я нажал, и тут же в этот момент на ESP пришли следующие строки, две из которых являются обязательными. GET – это запрос. Клиент хочет страницу, которая находится по пути слэш-ребут. HTTP 1.1 – это версия протокола. Там, где хост, у вас здесь будет IP-адрес, а у меня доменное имя. То есть я могу не только обратиться по IP, но и по доменному имени. На одном IP может быть много веб-сайтов. Все это сделал я на роутере. Также я забил для ESP постоянный IP, дабы после перезагрузки мне приходилось лезть в роутер и смотреть, какой IP. У ESP есть MAC-адрес, и когда DHCP сервер увидит его, он заранее выдаст ему зарезервированный IP. В итоге, вся работа программы на ESP сводится к простой функции. Когда приходит GET из браузера, stringfind находит его. Если он совпадает с тем, что мы ищем, то браузеру мы вернем следующие заготовленные строки. Браузер разберется с ними. И отобразит в том виде, в котором вы их видели на экране. Ну что, всем пока. Ставьте мотивацию под видео и оставляйте свои комментарии. Если вы понятия не имеете, как залить прошивку, это не беда. Под видео будут ссылки, где я об этом уже рассказывал. И можете мне поверить, у вас все получится. Продолжение следует...